Почему всего лишь несколько процентов населения считаются богатыми? Повезло? Да нет, не думаю. Я считаю, что все дело в мышлении. Сегодня разберемся, в чем разница между мышлением богатых и бедных. Погнали! Всем салют! Меня зовут Олег Никитин, и вы смотрите No Limit Son. Этот канал посвящен фрилансу, саморазвитию, технике и многому другому. Добро пожаловать! Итак, сегодня мы разбираемся, в чем же разница между мышлением бедных людей и богатых. Так сложилось, что в психологии богатых и бедных людей есть большая разница. Например, бедный человек все время принимает позицию жертвы или неудачника, или потребителя. А психология богатого человека — это психология человека созидающего, дающего или делящегося. В психологии бедного человека заложена неуверенность в себе. Он неуверен не в своих силах и боится брать на себя ответственность, будь то ответственность за себя самого, свое дело, свою семью или даже свою страну. Для богатого человека нет неудач, есть лишь опыт. Он шаг за шагом встает и падает, падает и снова встает. И он инвестирует, он распределяет, он располагает своими ресурсами, и этот опыт только помогает ему. Бедный человек сконцентрирован на своих собственных проблемах. Он думает только о себе и о том, чего ему не хватает, тогда как богатые люди думают о проблемах других людей и как им помочь в этом. Бедный думает и говорит о проблемах, болезнях и лишениях, тогда как богатые люди верят в изобилие вселенной, карму и прочие светлые вещи. Бедный видит препятствия и пасует перед ними, потому что не верит в себя и свои силы. А богатый видит возможности, он уверен в своих силах, он обдумывает и действует. Бедным свойственно заниженная самооценка. Я ничего не стою, я этого не достоин. У богатых же наоборот, я достоин всего самого лучшего и достоин всего, что желаю. Бедный всегда ждет помощи от других, завидует и критикует. А богатый, наоборот, сам всегда предлагает помощь и поддерживает. Бедный работает ради денег или заработка, а богатый делает так, чтобы деньги работали на него и на его цель. И в качестве бонуса предлагаю вам сделать домашнее задание. Возьмите чистый лист бумаги и карандаш. И напишите 144 вещи или события, или чувства, да чего угодно. То, чего я достоин. Например, я достоин любви. Я достоин похвалы от своих клиентов. Я достоин жить в просторной, светлой, чистой квартире. Я достоин и так далее. Обязательно, чтобы это было 144 пункта. Далее вы откладываете этот листочек на 2-3 дня. И через 3 дня вы снова его берете и читаете. Я думаю, что эффект не заставит себя долго ждать. Увидите сами. Итак, переходим к цитате выпуска. Римский философ Синека сказал, «Слаб духом тот, кому богатство не по силам». И вопрос выпуска. А какие фразы вы чаще используете? Это больше похоже на мышление богатого человека или бедного? Сразу хочу сказать, друзья, ну или не сразу, а в завершении, что богатство не только измеряется количеством налей на вашем банковском счете, но также и богатство духовное, богатство как человека, у которого есть хорошие друзья, окружение, богат внутренним миром и так далее. Поэтому не стоит все просто сводить к деньгам. С вами был Олег Никитин и No Limitson. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующем ролике. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok